для того чтобы сделать диацинт нужно в первую очередь утолстить часть трубы на которую будут крепиться цветы при высоте метр 30 цветочная часть будет 35 сантиметров приклеивать этот материал это еще один вид подложки для ламината судя потому что он продается в строительных супермаркетах в отделе подложек к трубе для того чтобы вас все легко и успешно получилось нужно или нагреть пистолет совсем немножко или нагреть и потом остудить потому что если вы будете наносить горячий клей непосредственно на эту пленку вы ее прожжете и труба не приклеится поэтому клей должен быть не очень горячий и непосредственно на трубу то он тоже сразу же застынет и не получится у вас приклеить так как хотелось бы клей уже слегка остывший прикладываем трубу и ждем пока приклеится хорошо придавливаем как приклеилась в этом месте начинаем проворачивать трубу и делаем такой своего рода валик и еще раз несколько раз наносим клей наносим клей здесь и скручиваем вот такая получается заготовка на которую мы потом будем клеить цветы таким образом у меня получилась вот такая основа диаметром 9 сантиметров цвет не просвечивался я задекорирую основу с помощью фоамирана подходящего цвета и так я задекорировала основу для диацинта и теперь сразу до того как будем клеить цветы нужно задекорировать трубу это делать сегодня для этого я использую изолон 2 миллиметра цвет хотим нарезаю на ленты и делаю вот такую вот обмотку начинала снимать видео по созданию диацинта упустила момент подробной поклейки цветочков сегодня я делаю другой диацинт и как раз сниму для вас этот отрезок удивляйтесь что диацинт будет другого цвета не такого как вначале и так уже готовое основание для диацинта труба и и непосредственно сама основа но об этом я вам подробно уже рассказывала начинаем клеить цветы первый цветок приклеиваем к верхушке то есть вот сюда наши цветы должны полностью закрыть верхушку они у меня белые за того что не хватило фоамирана именно такого цвета но впоследствии все равно буду перекрашивать и придавать другой цвет этому цветку поэтому на таком варианте и остановилась но вообще желательно использовать чтобы все было красиво одинаковый цвет и для основы и для цветов и так первый цветок я наношу клей и приклеиваю вот сюда хорошо держите цветы чтобы цветок хорошо приклеился лучше передержать чем не додержать и он отвалится в самый неподходящий момент первый цветок приклеили рядом будем клеить второй вот сюда я приклеила два цветка рядом остальные два цветка буду клеить с противоположной стороны вот здесь и вот здесь вот так выглядит три приклеенных цветка и осталась очередь за последним я приклеиваю четвертый цветок вот сюда и верхушка у нас закрыта начинаем приклеивать следующий ряд цветов клеем ниже я выбрала вот это место главное можете клеить как вам нравится как вам удобно главное чтобы оставалось поменьше пустых место чтобы лепестки как можно больше заполняли пространство никакой особой техники нет просто заполняем цветами пустые пространства вот такой получился диацинт достаточно интересного цвета но мне нужен более темный поэтому мы его будем перекрашивать лишний диацинт мы делаем на бетонном основании я его очень люблю но иногда так бывает основание я использовала пластиковую емкость похожую на стакан которую я залила бетоном с учетом того что цветок должен быть метр тридцать а этот стакан 15 сантиметров я отрезаю трубу на 15 сантиметров меньше то есть труба будет не метр тридцать а метр пятнадцать а общая высота получается метр тридцать по поводу основания если вам предстоит сделать декор на бетонном основании будьте очень внимательными потому что от этого зависит устойчивость конструкции диаметр основания тем устойчивее будет конструкция хорошо когда форма расширяется к низу как вот здесь это создает дополнительную устойчивость знать что такое основание подходит только под легкие цветы